В начале 30-х годов XX века Луганск был ничем не примечательным провинциальным городком, на 98% состоящим из одноэтажных построек. Не радовал он также своей чистотой, уютом и наличием зелёных насаждений. Таким впервые увидел его архитектор Александр Шеремет. А спустя почти 40 лет, когда Александр Степанович уходил с должности главного архитектора Луганска, он оставил нам город, который имел своё лицо, был украшен парками и скверами. Именно при Александре Шеремете построены те здания, которые определяют облик города до сегодня. Александр Степанович приложил много сил и стараний, чтобы обыкновенный, ничем не выделяющийся городок стали со временем называть городом роз и фонтанов. Александр Шеремет родился в 1898 году в городе Нежине Черниговской области. Его отец работал щитоводом-бухгалтером, мама занималась воспитанием детей. Родители умерли, когда Александр едва окончил школу, и ему с юных лет пришлось рассчитывать только на себя. Чтобы заработать на жизнь, он сменил множество профессий. Репетитор, грузчик, рабочий на заводе, экспедитор, щитовод в Черниговском отделении гостраха. Именно по направлению с этого места работы он поступает в Киевский художественный институт, на архитектурный факультет. На тот момент Александру Шеремету было уже 26 лет. Через два года он женился, и студенческая жизнь Александра Степановича состояла не только из лекций семинаров. Главе семьи нужно было заботиться и о материальном благополучии. Он успевал и учиться, и работать. Еще в начале обучения талантливого студенты заметили, Александр Шеремет получил приглашение в проектную мастерскую института, которую руководил известный архитектор Павел Алешин. Павел Федорович вел некоторые курсы в Киевском художественном институте и подбирал себе талантливых студентов для будущего творческого сотрудничества. И вот одним из таких студентов и был Александр Степанович. Он был неординарным человеком, я так думаю, и студентом был таким же неординарным, потому что из него выходил такой фонтан разных идей. Он очень быстро мыслил, очень быстро воплощал в жизни свои идеи. И такого человека нельзя было не заметить. Павел Федорович отметил его и предложил ему работу в планировочном отделе НКВД. Группа архитекторов, в том числе и студенты, занимались проектированием соцгорода Новый Харьков. Проект современный и необычный на то время. Работу в проектном бюро НКВД Александр Шеремет продолжил и после окончания художественного института. А в 1933 году Александр Шеремет приезжает в Луганск и начинает работу в должности архитектора-художника. Луганск встретил Александра Степановича хаотичными одноэтажными постройками, на долю которых приходилось 99% всех застроек. Узкими, кривыми улочками, многочисленными переулками и проездами. В это время канализации в городе не было. Было проложено только 20 километров водопровода. Только половина домов рабочих освещалась электричеством. И в центральной части Луганска лишь 10% улиц были замощены. Зеленых насаждений было мало. И поэтому летом ветер гонял по улицам клубы пыли и песка. А весной и осенью город утопал в грязи. Наверное, тогда на память Александру Степановичу пришли слова его наставника, профессора Алешина. Что каждый человек должен заходить в свой дом не с пыльной улицы, а из цветущего сада. Эти слова определили судьбу и нашего города, и Александра Степановича, который был большим романтиком и мечтателем. И в Луганске он увидел огромные возможности для реализации своего творческого потенциала как художника, как зодчего. Итак, с одной стороны, Луганск в те времена был заштатным городишком, вид которого совсем не радовал глаз. А с другой стороны, здесь можно было воплотить все свои архитектурные замыслы, реализовать идеи и практически с нуля построить город своей мечты. И Александр Шеремец взялся за работу. А если он начинал что-то делать, то делал это скрупулезно, оттачивая каждую деталь. В его проектах была видна душа автора, они не были безликими и стандартными. Начиная с самого первого здания, спроектированного им в Луганске, которое до сих пор, несмотря на то, что ой, как нуждается в ремонте, выглядит солидно и является памятником архитектуры. Ранее этот дом, расположенный рядом с областной филармонией, именовался Домом Старых Большевиков. Это был уникальный проект жилого строительства для инженерно-технических работников завода Ленина. Вот вы сейчас видите этот дом. Интересно, архитектура со скульптурами, домовыми скульптурами и барельефами. Надо сказать, что здесь талант Александра Степановича проявился не только как архитектора, но и как организатора, потому что он подключил художественное училище, и студенты художественного училища вместе с преподавателем Василием Феченко создали в качестве курсовых работ именно эти барельефы и эти домовые скульптуры. Но и отдельные элементы декора. Потом был целый ряд других сооружений. Страна нуждала жилье для работников, и по проектам Александра Шеремета были построены несколько жилых домов. Каждый проект был индивидуальным и нестандартным. Помимо жилых домов были созданы и другие проекты зданий культурного и бытового назначения. Хотя, увы, не все проекты были воплощены в жизнь. Можно только удивляться работоспособности человека. А в 1935 году был заложен уникальный и красивейший парк нашего города – парк Горького, который был не хуже столичных парков. Его открытие состоялось в 1936 году. Старожилы города вспоминают парк до сих пор. Это была зона отдыха со множеством скульптур, фонтанов, спортивных площадок, зеленых насаждений. Увы, наше поколение может увидеть его лишь на старых кинокадрах. Александр Шеремет был не только руководителем проекта, но и автором многих сооружений парка Горького. В это же самое время по проекту Александра Шеремета был воздвигнут памятник борцам революции, на долгое время оставший одной из визитных карточек нашего города. Работоспособность Александра Шеремета, творческие идеи, умение воплощать задуманное были замечены. И в 1937 году Александр Степанович был назначен главным архитектором города Луганска. Уже находясь на должности главного архитектора, Александр Шеремет курировал и непосредственно принимал участие в проектировании сквера возле памятников борцам революции, застройке Красной площади и многих других проектах. Великая Отечественная война разрушила и мирную жизнь, и тот город, который только начинал принимать свой собственный облик. Главный архитектор, добровольцем уходя на фронт, не знал, что Луганск, на изменения которого ушли годы работы, по возвращении он застанет в руинах. А пока что впереди его ждала служба Родине, где он в качестве старшего инженера 24-го управления военно-полевого строительства 47-й армии прошел от Каспийского моря до Польши. Александр Степанович был отозван с фронта в декабре 1944-го и вернулся в Луганск, чтобы восстанавливать лежавший в развалинах город. Пушкинская улица была практически вся разрушена. Нужно было решать этот вопрос, решать вопрос с коммуникациями. Горнокоммерческий клуб или Народный дом потом он стал, он тоже был разрушен. И на фундаментах и на стенах этого горнокоммерческого клуба Александр Степанович сделал проект русского драматического театра имени Островского. И сейчас он называется областной дом культуры. А луганчане его знают хорошо как ДК железнодорожников. Так мало того, что он запроектировал полностью это здание, он еще и сделал как бы ансамбль, создав вход в парк 1-го мая, помогая своему другу и сокурснику Каракесу сделать гостиницу «Октябрь» и вот это благоустройство, которое находилось перед гостиницей «Октябрь». То есть Пушкинская улица практически вся была сформирована с усилиями Александра Степановича. Было и множество других построек, которые нуждались в восстановлении. Заново восстанавливали здания, скверы, парки. А уже в 50-60-м годах в Луганске строительный бум. 35 тысяч семей получили новые квартиры. Были построены или реконструированы заводы, фабрики, больницы, школы. Сформировался новый центр города, улицы Советская и Оборонная. Оформилась центральная площадь имени героя Великой Отечественной войны. Были построены новые оригинальные здания – дом Совета, здание область полкома, драмтеатр, кровеческий музей, цирк, дворец культуры строителей, кинотеатр «Молодая гвардия», «Украина», «Аврура», «Бревесник». Построен новый аэропорт, разрастаются восточные кварталы. Большое значение Александрам Степановичам придавалось озеленению города. И уже к 1968 году в Луганске было около 70 парков, скверов и садов. Было высажено 678 тысяч цветов. Луганск превратился из города непролазной грязи и пыли в цветущий и красивый город. В 1965-66 годах был составлен новый генеральный план Луганска, утвержденный при Совете Министра в СССР в 1967 году. Уже третий генеральный план за время трудовой деятельности Александра Степановича. Это был долгий и кропотливый труд. И город шаг за шагом преображался. Город мечты постепенно становился явью. Город, который со временем Александр Степанович полюбил всей душой. Он отказывался от очень лестных предложений. Быть главным архитектором города Черкас, города Ялты, Одессы. Возглавить областную архитектуру. Он отказался от этого предложения, потому что считал эту работу нетворческой. Меня поразил тот факт, что в 1956 году, когда шло активное строительство города и корректировка генерального плана, Александр Степанович не нашел время для того, чтобы разрешить такую маленькую формальность, направить документы в Москву для оформления официального его статуса как члена корреспондента Академии архитектуры и строительства. Для него эти регалии были второстепенные. А на первом плане стоял город, любимый город Луганск, который стал его судьбой. В 32 года Александр Шеремет занимал пост главного архитектора города Луганска. Это были годы напряженного труда, бессонных ночей, неизменного отстаивания, генерального плана, благодаря которому город приобрел свое лицо, возведено здание, которое стали памятниками архитектуры и градостроительства. Приняв город практически одноэтажным, без благоустройств, Александр Шеремет, уходя на пенсию, оставил нам цветущий и современный город. Даже уйдя на заслуженный отдых, Александр Шеремет не мог оставаться равнодушным к архитектурной судьбе города. Большое разочарование принес ему погибающий и разрушающийся парк Горького. Вызвало недоумение и раздражение, некомпетентность в реставрации, памятниках борцам революции и многое-многое другое. Что уж говорить, если бы он смог увидеть современный Луганск, вряд ли бы остался доволен. Вы посмотрите, во что превратился город Луганск. Сплошные киоски, магазинчики, каждый по-своему оформляет, ничего не связано с городом и со всем ансамблем. А то был город, ансамбль, где все подчинялось генеральному плану и общему замыслу. Александр Степанович Шеремет умер 27 марта 1985 года. Его именем теперь названа одна из улиц областного центра. А не так давно было принято решение об установлении памятника бывшему главному архитектору Луганск. В этом году мы с Николаем Васильевичем Можаевым работали над проектом памятника архитектору Шеремету. И образ, конечно, очень приятно было над ним работать, потому что знакомый человек, хотя мало сталкивались, конечно, в такой обстановке, больше в рабочей, ну, мне что запомнилось, его отношение такое человеческое, доброе и с хорошими пожеланиями. И вот теперь, когда столкнулся непосредственно с его образом, вот заметил, при всем том, сколько он сделал для города, считаю, он построил весь центр. Начиная с 1932-1933 года, когда он приехал сюда, и до 1969 года, это же колоссальный труд. Вот. И вот смотрю я на его фотографии, везде какие-то грустноватые глаза. Ну, и так и получилось в портрете немножко с грустью. Предполагалось установить гранитный бюст в историческом центре Луганска, на перекрестке улиц архитектора Шеремета и Карла Маркса. Но инициатива не имела продолжения. Пока что не нашлось денег на памятник архитектору, который посвятил жизнь тому, чтобы из обыкновенного провинциального городишки построить современный областной центр. Хотя, наверное, лучший памятник архитектору – это его творчество. В нашем городе, его улицах и зданиях, навечно осталась часть души Александра Степановича Шеремета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова